Днём рождения! Мы сейчас послушаем Лучик Света, ну не в нашем Тёмном Царстве, просто Лучик Света, очень талантливая девушка, интересная, остроумная бывает, поэт, актриса, играла в любительском театре, занималась очерками, прозой, но потом её, как и многих из нас, перемкнула, занялась она тоже поэзией, потому что считает, что ритмы и рифмы способны на то, на что не способны другие виды искусства. Но давайте же посмотрим на эту бесподобную, на эту бесподобную умницу и красавицу Надежда Растихина! Добрый вечер! Я начну со стихотворения о жизни, о той жизни, которая, знаете, иногда... Ты живёшь-живёшь, и кажется, что твоя жизнь, она... Ну не то чтобы проходит мимо, а где-то в параллельной реальности, то есть твоя вторая возможная жизнь, вот об этом стихотворение. Никогда не узнаешь, где бродит твоя настоящая жизнь, ты на ощупь ищешь её в сети среди нулей единиц, ты обгоняешь людей и входишь с собой в параллель, ищешь другого себя в отражении галерей, магазинов фудкортов, на селфи попавших аллей. Никогда не узнаешь, ты ж дёрнешься, не значай, купол реальности стукнет тебя по лбу, живопрыгнись, а не успел отвечай, какую любовь ты погубил на углу, какую в себе ты погубил мечту, никогда не узнаешь. Она за твоей спиной в мяч утонувший играет, танцует вальс, ты даже не знаешь, как попадают в такт, чтобы квадрат на паркете нарисовать судьбой. Ты даже не знаешь и делаешь переход, словно в метро, меняя одну на другую ветку, посторонись, а то общественный вездеход разом сотрёт все твои жизненные издержки. И вот тебя бьют по лбу, отгоняют в сторону, учат, как быть с собой гармоничным нечто, а ты врезаешься в столб на огромной скорости, свет выключают, ты не попадаешь в вечность. Ну вот, собственно, камень красный. Еще одно, ну, скажем так, вот про ответ на вопрос, я знаю ответ, я его ищу все время, знаю ли я его. Ну вот в этом стихотворении я попробую, ну вот, сказать о том, что я все-таки знаю. Друг мой, мне очень трудно в этой московской каше, в этой сухой и шумной субстанции из идей, но пригодиться нужно в этой родимой чаще и принимать смиренно условия наших дней. Друг мой, мне очень трудно придумывать оправдания и находить крючочки, чтобы их захватить. Я не поэт, не бойся, просто шучу стихами и расставляю точки вместо глагола «жить». Ты же все понимаешь. Жизнь не реальна и мало, настроить себя на радость и кое-как доползти. Мне, как и всем на свете, важно простое счастье. Помнишь, как было в детстве? Конфета и вспомнить сны. Друг мой, мне очень трудно, но тщательно все скрываю. Делаю в настоящем, что радует здесь, сейчас. Я сочиняю сказки в этой московской каше, чтобы мне вместо точек хотелось поставить шанс.